Доброе утро! Спасибо. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Большое спасибо за то, что вы здесь. Думаю, нас ожидает отличная встреча. Я очень рад быть сегодня с вами. И начать разговор я хочу с революции, которая идет по миру. Причем идет она очень быстро. Компания Apple во главе этой революции. Назовем ее посткомпьютерной революцией. Когда мы говорим о посткомпьютерном мире, мы имеем в виду пространство, где персональный компьютер уже не гегемон цифрового мира, а просто один из используемых гаджетов. Это мир новых электронных устройств, которые всегда с вами. Они должны быть более портативными, индивидуализированными и простыми в использовании, чем любой персональный компьютер. В компании Apple есть три таких электронных устройства посткомпьютерной эры. iPod – инновационный музыкальный плеер. Он изменил представление о том, как можно слушать музыку и играть в игры. iPhone – инновационный телефон. Изменил наше отношение к мобильному телефону, показав, каким простым и прикольным он должен быть. iPad – революционное техническое устройство, которое является родоначальником абсолютно новой категории гаджетов. Именно iPad стал возмутительным спокойствием в мире персональных компьютеров. И это был прорыв. Любая компания просто мечтает стать создателем хотя бы одного из таких устройств. Apple – автор трех. Мы шли к этой цели довольно долго, и вот результат. В прошлом году мы продали 172 миллиона гаджетов посткомпьютерной эры. Это 76% от наших доходов, и это просто поразительно. Нашей компанией гарантировано место под солнцем в посткомпьютерной эре. Такого результата мы достигли благодаря нескольким качествам, которыми должны обладать крупнейшие компании посткомпьютерной эры. Качества, которые присущи Apple на протяжении многих лет. Эти качества – наша сила, это то, что мы любим делать. Я приведу вам несколько примеров, подтверждающих нашу силу. Наши магазины. Наши магазины – это новое слово в обслуживании клиентов. Это очень важно для покупателей Макинтоши. Еще важнее это для покупателей айподов, айпэдов и других инновационных устройств. Ведь они, эти устройства, зачастую абсолютная новинка. И, конечно, необходимо специальное место, где люди смогут познакомиться с ними, как следует изучить еще до момента покупки. Ну и, разумеется, обратиться за квалифицированной помощью впоследствии. Это наш самый последний и самый большой магазин. Мы открыли его на прошлой неделе в Амстердаме. Он совершенен. Несколько человек, как видите, стоят в очереди, чтобы войти и увидеть, что же там внутри. Теперь у нас 362 магазина по всему миру, где люди могут смотреть и изучать новые устройства посткомпьютерной эры. 110 миллионов покупателей посетили эти магазины только за четвертый квартал прошлого года. В конце прошлого года мы открыли новый магазин на центральном вокзале Манхэттена. Расположение магазина инновационно, и количество людей, пришедших на открытие, было неимоверным. Люди действительно были в восторге. Оказалось, что для жителей Нью-Йорка центральный вокзал самое удобное место для знакомства или покупки айфона, мака или айпада. Мы так гордимся этим магазином, что даже сделали специальный видеоролик. И я хочу показать его вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Не правда ли любопытно? Другая ключевая составляющая нашего успеха – iOS, наиболее продвинутая и самая легкая в использовании операционная система. Айфон, айпад и айпод тач базируются на iOS. В прошлом году мы продали около 315 миллионов подобных iOS устройств, и из них 62 миллиона за последний квартал. Одной из самых популярных технологий последней операционной системы является Siri. Siri уже работает в айфонах. Эта фича наверняка станет для вас хорошим другом. С ее помощью гаджет сможет услышать вас, понять и адекватно отреагировать. Это абсолютно новый способ взаимодействия с телефоном. Наши клиенты говорят, что они в восторге от Siri. Надеюсь, что вы присоединитесь к этой оценке. Многие из вас знают, как Siri умеет говорить по-английски в США. Мы подумали, что сегодня утром вам будет любопытно услышать, как звучит Siri в других странах мира. Например, в Австралии. Во Франции. В Германии. А сегодня мы анонсируем японский Siri. Возьми зонд, может пойти дождик. Японский Siri – часть последнего апдейта iOS версии 5.1, которая доступна уже сегодня. Мы перенесем ее в Японию в течение ближайших трех недель. Надеюсь, эта технология понравится нашим японским друзьям, так как это случилось в остальных частях света. Мы не можем говорить о посткомпьютерном мире, не упомянув App Store, потому что это место, где можно открыть для себя и скачать приложения, которые делают ваше устройство более удобным и персональным. В App Store сейчас около 585 тысяч приложений. Потрясающая цифра. Потрясающий круговорот. Хорошие приложения часто скачивают, что ведет к разработке новых приложений в актуальном сегменте. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества загрузок. Несколько дней назад один счастливчик из Китая загрузил 25-миллиардное приложение. 25 миллиардов. Безумное число. Мы, конечно, даже не мечтали о такой популярности, когда запускали App Store несколько лет назад. Еще одна важная составляющая посткомпьютерного мира – это iCloud. iCloud является проводником содержимого во все ваши устройства одновременно. Вы можете сделать фотографию на iPhone, и она будет автоматически, беспроводным способом доступна на Mac'е, iPad'е и даже на Apple TV. Все очень просто, автоматически. Это просто работает. За несколько месяцев пользователями iCloud стали более 100 миллионов человек. Частью iCloud является iTunes in the Cloud. Она предназначена для вашей музыки, ваших TV-шоу. А с сегодняшнего дня iTunes in the Cloud работает еще и с фильмами. То есть теперь вы можете наслаждаться приобретенными фильмами на любом из устройств без каких-либо проволочек. Стоит отметить, что теперь фильмы и TV-шоу из iTunes Store поддерживают разрешение 1080 точек на день. Это значит, что они очень высокого качества. Мы знаем, что многим из вас нравится смотреть фильмы и TV-шоу на большом экране. Обновленная Apple TV теперь поддерживает разрешение в 1080 точек. Я им уже пользуюсь. Качество отменное. Apple TV теперь имеет новый прямолинейный интерфейс, что делает поиск и просмотр содержимого еще более удобным. По Apple TV вы сможете насладиться практически любым контентом, от блокбастеров и рейтинговых TV-шоу до личных фотографий, любимой музыки и даже новостей вашего подъезда. Прямо на широком телеэкране. Я хочу пригласить Эдди, чтобы он рассказал вам об этом подробнее. Эдди? Спасибо, Стэм. Я представлю вам новости Apple TV. Первое, на что вы наверняка обратите внимание, это встроенный скринсейвер на основе фотографий, предоставленных National Geographic. Давайте же рассмотрим Apple TV подробнее. Разрешение 1080 пикселей. Все выглядит намного четче, текст читается легче, анонсы фильмов намного крупнее. Фильмы можно покупать и просматривать. ТВ-шоу доступны непосредственно после эфира. С помощью iTunes Match у вас есть доступ к вашей музыкальной iTunes библиотеке, всем вашим музыкальным клипам и плейлистам из iCloud. Также у вас теперь есть прямой доступ к вашей музыке, фильмам, ТВ-шоу и фотографиям, хранящимся на вашем Маке. Мы облегчили доступ к контенту, который предоставляют нам наши коллеги, такие как Netflix, NBA и многие другие. Давайте пройдем в раздел фотографий. Они классно смотрятся на большом экране. Программа PhotoStream и новая Apple TV сделала весь процесс работы с фотографиями еще удобнее. Когда я делаю фотографию на моем айфоне, она автоматически появляется в Apple TV. И для этого не надо делать никаких дополнительных телодвижений. Эти фотки просто бесподобны. Они во весь экран. Разрешение 1080 пикселей. Видны все детали. Просто праздник какой-то. Давайте вернемся в главное меню. Я делаю это нажатием кнопки на пульте и посмотрим раздел фильма. Обратите внимание, в верхней строке появилось новое подменю. Это упрощает навигацию. Топ фильмы – это, разумеется, самые популярные новинки. То, что актуально, то, что больше всего покупали. Другой раздел, Genius, содержит персональные рекомендации для вас на основе ваших вкусов, то есть тех фильмов, что вы уже посмотрели. Вот, например, рекомендации для тех, кто посмотрел фильмы «И король говорит» и «Суперсемейка». Если вы хотите вернуться назад, можно просто нажать меню. Так же, как и в разделе «Музыка» и «ТВ-шоу», у вас появился доступ к вашим фильмам, которые вы когда-либо приобретали. Итак, идем в раздел «Куплено». Здесь представлен список фильмов, которые я уже купил и могу смотреть в любое время без дополнительной оплаты. Идем далее. Давайте посмотрим фрагмент из моего любимого фильма этого года, жутко громко и запредельно близко. Думай ни о чем. Думай ни о чем. Мы с отцом любили оксюморонские соревнования. Серьезная шутка. Оглушающая тишина. Оригинальная подделка. Найдена утерянная. Студент-учитель. Жидкий газ. Бесполезная помощь. Живой мертвец. Почти точно. Гениальная имитация. Как-то так. Превосходно выглядит при разрешении 1080 точек. Это новое Apple TV, и мы думаем, что оно вам понравится. Спасибо, Стэм. До конца следующей недели обновленная Apple TV стоит всего 99 долларов. Вы можете делать заказы уже сейчас. И я настоятельно рекомендую поспешить. И вот, наконец, мы плавно добрались до iPad. Мы считаем, что iPad это олицетворение посткомпьютерной эры. Совсем недавно iPad был чем-то невероятным, удивительным гаджетом. Мы продали почти 15 с половиной миллионов iPad только за последний квартал прошлого года. Для сравнения, за последний квартал прошлого года мы продали большее количество iPad, чем любой из производителей персональных компьютеров, суммируя весь ассортимент производимых ими устройств. Мы считаем, что это неплохое доказательство потенциала нашей продукции. Но сейчас я говорю не только о количественных показателях. iPad прочно вошел в жизнь общества. Он используется на работе, дома, везде, миллионами людей по всему миру. Я думаю, что Тони Брэдли из журнала PC World прав, говоря, iPad стал неотъемлемой частью повседневной культуры. Сейчас сложно представить мир без него. А этому изобретению меньше двух лет. Когда мы разрабатывали iPad, мы разрабатывали не столько новый продукт, сколько новую категорию продуктов. И мы решили, для того чтобы этого добиться необходимо, чтобы iPad стал самым удобным девайсом для самых повседневных действий. Например, интернет-навигации или проверки электронной почты. И пользователи iPad считают, что нам этого действительно удалось достичь. Мы опросили порядочное число пользователей iPad, у которых имеется компьютер, ноутбук и смартфон. На вопрос, с помощью какого из этих устройств вы предпочитаете проверять почту, они отвечали, с помощью iPad. А бродить по интернету? Тоже с помощью iPad. Мы опросили владельцев электронных книг. Для абсолютного большинства из них предпочитаемым устройством для чтения книг стал iPad. Мы не оставили в стороне и игроманов, владельцев большого количества игровых приблод. Теперь их любимое игровое устройство — iPad. По сути дела, iPad стал самым популярным в мире мультиопциональным устройством. Это просто невероятно, особенно если припомнить, что этот продукт проявился на свет два года тому назад. Одной из причин этого прорыва является огромное количество приложений для iPad. Их уже более двухсот тысяч. Эти приложения просто великолепны и не имеют аналогов. Они помогают учиться, создавать, вообще делать все, что вы хотите. Прекрасные обучающие приложения типа SoloWorks. Бизнес-приложения, например, StockTouch. Невероятные игры, такие как Infinity Blight. И вы не найдете таких чудесных приложений для каких-либо других планшетов. По некоторым подсчетам, в прошлом году на рынке появилось более ста различных планшетных компьютеров. Но они просто не сравнимы с нашим продуктом. Позвольте привести пару примеров. Это Twitter-приложение для одного из андроидных планшетов. Вы видите, что оно достаточно примитивное и выглядит как приложение для смартфона. А теперь сравним с аналогичным приложением для iPad. Твиты, фотографии, видео и веб-страницы гармонично распределены по экрану. Так выглядит Yelp на планшетном компьютере. Не очень удачные приложения для смартфона. Много пустого места, мелкий, плохо читабельный текст. Сравните это с iPad. Комментарий излишний. Это и есть причина того, что iPad останется абсолютным лидером среди аналогов и в будущем. Всем очень интересно, кто сможет предложить продукты лучше, чем iPad 2. Гаджет с разрешением в 1080 пикселей, мультитачем, долгоживущей батареей, привлекательным дизайном. Это очень интересная тема. Но хватит мечтать. Мы уже создали этот продукт. И сегодня мы представим новый iPad. И он просто обалденный. Мы достигли следующего уровня и, пожалуй, превзошли задачи, поставленные нами же при разработке первого iPad. Гаджет претерпел значительные изменения даже базовых характеристик. Но при том умудрился сохранить все те качества, которые полюбились миллионам. Я хочу пригласить Фила Шоллера, чтобы он вам о нем рассказал подробнее. Спасибо, Тим. Доброе утро. Вы хотите узнать про новый iPad? Я рад. Его первый отличительный элемент – сетчатый дисплей. Вы, должно быть, о нем уже наслышаны. Но пока вы его не увидите, вам сложно будет понять, насколько это здорово. Впервые мы использовали технологию сетчатого дисплея в четвертом iPhone. Кроме нас, никто пока не может освоить интеграцию этой технологии в мобильные устройства. А мы инсталируем эту технологию в iPad с диагональю 9,7 дюймов. Но мы столкнулись с неожиданной проблемой. А как же продемонстрировать вам это? Потому что впервые iPad имеет большее разрешение, чем экран, висящий позади меня. У iPad побольше пикселей, поэтому все, что вы увидите, будет хуже, чем есть на самом деле. Но мы все-таки попытаемся рассказать вам о своих достижениях. Итак, когда вы включите свой новый iPad, вы увидите иконки и знаки, которые окажутся еще более четкими и симпатичными. Когда вы обратитесь к тексту, вы сможете насладиться комфортным чтением. Чем бы вы ни занимались, все будет выглядеть идеально. Ищите ли вы что-то в интернете, читаете ли почту, смотрите ли фотографии, все будет выглядеть великолепно, в высоком разрешении на этом потрясающем, большом дисплее. Уверен, что это порадует пользователей всего мира, особенно если речь идет о языках, использующих иероглифы, таких как китайский или японский. Все элементы будут прекрасно видны. Это действительно большой шаг вперед. Новый iPad имеет разрешение 2048 на 1536 пикселей. Если вы быстро считаете, то получите более чем 3,1 миллиона пикселей на дисплее. Это намного больше, чем когда-либо ранее на мобильных устройствах. Теперь зайдем с другой стороны. У многих из вас дома стоят HD телевизоры. При диагонали 50-60 дюймов они обычно имеют расширение 1920 на 1080. Сравним с новым iPad. У него разрешение более высокое. Если взять одну и ту же фотографию на iPad, окажется на миллион пикселей больше, чем на домашнем HD телевизоре. Невероятно. Конечно, чтобы показать такое количество пикселей, нам пришлось их плотно упаковать. В этом устройстве 264 пикселя на дюйм. Почему именно так? Когда мы разрабатывали iPhone, мы предположили, что среднее расстояние от изображения до глаз пользователя составит 10 дюймов. Значит, решили мы, количество пикселей должно быть таким, чтобы человеческий глаз не мог выделить отдельные пиксели с этой дистанции. Это получилось. Эксперты не дадут мне соврать. И теперь мы перенесли эту практику на новый iPad. Когда вы держите его на нормальном расстоянии, в данном случае 15 дюймов или немного ближе, вы не видите отдельные пиксели. Представьте, как четко на нем выглядят изображения. Дисплей нового iPad получил более высокое цветовое насыщение, на 44% выше, чем у второго iPad. Сравним и убедимся, что на новом iPad картинки намного ярче и более детальны. На дисплее нового iPad в 4 раза больше пикселей. Это требует более мощной графики, которая обеспечит дисплею яркость, ровность и скорость в использовании. Вы знаете, что второй iPad работает на процессоре A5, разработанном Apple. Он считается лучшим процессором для мобильных устройств. Но для того, чтобы обеспечить стабильную работу нового дисплея, нам потребовалась еще более мощная штука. И мы создали Apple A5X процессор. Четырехъядерный график. Он был создан специально для сетчатого дисплея, чтобы работать с четырехкратным количеством пикселей. Как это соотносится с другими девайсами? Примем мощность процессора Nvidia Tegra 3 за единицу. Apple A5 окажется вдвое быстрее. Apple A5X в четверо. Итак, новый iPad обладает сетчатым дисплеем с большим количеством пикселей, чем у любого мобильного устройства. А именно 3,1 миллиона пикселей при разрешении 2048 на 1536, более высокой цветовой насыщенностью и четырехъядерной графикой. Это лучший мобильный дисплей из всех когда-либо существовавших. И это действительно революция. Это первое. Вторая особенность нового гаджета – фронтальная камера. Вы наверняка помните, что на передней панели наших устройств есть лицевая камера. Она чаще всего используется для видеозвонков, которые сейчас так популярны. Фронтальная камера расположена с другой стороны. И теперь эта камера такого качества, что ее не стыдно использовать для съемки любого уровня. Мы назвали ее EyeSight камерой. Новый iPad имеет чудесную EyeSight камеру. Это 5-мегапиксельная чувствительная камера с внутренней подсветкой. Мы использовали оптическую систему iPhone 4s, пятислойную линзу, гибридный инфракрасный фильтр и ISP. Все для того, чтобы вы смогли делать высококачественные фотографии. Хотя, конечно, главная характеристика любой камеры – это фотографии, которые можно сделать с ее помощью. Позвольте вам продемонстрировать несколько фоток, сделанных новым iPad. Камера iPad позволяет достичь четкого изображения и яркой цветопередачи. Фокусные возможности выше всяких похвал. Даже невероятно, насколько проработанными могут быть ваши фотографии. Камера прекрасно распознает лица. Вы можете делать отличные индивидуальные или групповые фото. Камера обладает отличной глубиной фокуса и экспозиционным балансом. Поэтому вы можете, не парясь, сделать классную фотку. Кстати, представлю вам Derby – самую большую в мире собаку. Итак, мы имеем 5-мегапиксельную iSight камеру, продвинутую оптику с инфракрасным фильтром, автофокус, баланс белого, распознавание лиц. Все, что нужно для комфортной съемки с помощью нового iPad. Третье. Запись в видео в формате HD с разрешением 1080 пикселей. Отличное разрешение. Где бы вы ни были, вы можете снять видеосюжет, посвященный работе, игре, школе. У вас есть прекрасные камеры, чтобы сделать это. Позвольте мне показать вам коротколюбительское видео, снятое на новый iPad маленькой HD видеокамерой. Здорово, если у вас есть высококачественная камера. Еще лучше, если она снабжена чипом A5X, по многим причинам. Например, стабилизация изображения. Я вам покажу видео, где стабилизация поначалу отключена, а потом включена. На iPad-е-то она включена всегда, поэтому вам сложно понять, в чем разница. Видео снимается без стабилизатора. Теперь стабилизатор включили. Это действительно здорово. И не подумайте, что девушка слева специально подпрыгивала. Итак, 1080-пиксельная HD видеокамера, стабилизатор изображения, подавление помех для получения более качественного и чистого изображения в условиях плохого освещения. И потрясающий сетчатый дисплей для просмотра видео. Четвертая особенность. Распознавание речи. Конечно, iPad, как и другие девайсы, имеет встроенный диктофон, который вы можете использовать. Но теперь на виртуальной клавиатуре появился новый значок – микрофон. Итак, теперь вы можете лишь произносить слова, а iPad преобразует все сказанное в текст. Вот как это работает. Это двенадцатый день в Барселоне, запятая. А это значит, осталось всего два дня до нашего возвращения. Точка. Я совсем не хочу уезжать, запятая. Здесь великолепно. Точка. И если бы я только мог забрать эту погоду с собой, запятая, я бы забрал ее. Точка. Как видите, произнесенный текст записан в точности, как произнесен. Новый iPad поддерживает английский, американский, британский, австралийский, французский, немецкий и теперь еще и японский. Это был диктофон с функцией распознавания речи. Пятая особенность. Работа с сетями нового поколения. iPad 2 имеет прекрасные характеристики высокоскоростного соединения. Он поддерживает такие сети, как IFDO с максимальной скоростью 3,1 Мбит в секунду. HSPA с максимальной скоростью 7,2 Мбит в секунду. Но мы пошли дальше, и новый iPad поддерживает HSPA Plus с максимальной скоростью 21 Мбит в секунду. И, если вы когда-либо слышали об этом великолепном формате, DC-HSDPI, который стал появляться в Европе, Австралии и других странах. Его максимальная скорость загрузки страниц 42 Мбит в секунду. И, наконец, LTE со скоростью 73 Мбит в секунду. Итак, возможности просто поразительны. Вам понравится возможность работы с новыми высокоскоростными сетями. Покажу вам несколько примеров, как это выглядит в обычной жизни. Слева iPad с соединением HSPA и справа с LTE. Это, конечно, запись, но мы прокрутим ее в реальном времени, чтобы вы могли уловить разницу. Возьмем классическое задание – просмотр фотографий, пришедших вам по почте. Поехали и посмотрим, что произойдет. Открываем новое письмо. Справа, как видите, фото загружаются гораздо быстрее. Уже вторая загрузилась и третья, а слева еще только проглюнулась первая. Итак, справа загружены пять тяжелых фотографий, а слева только появился второй снимок. Это пример повседневного использования интернета. Ежедневные вещи, которые мы грузим – приложения, музыка, почта. Вот разные примеры. Если мы хотим посмотреть видео, найденное, допустим, на сайте Vimeo – видео в HD-качестве. Если вы используете невысокоскоростной интернет, то сначала нужно подождать, пока оно подгрузится, и только потом смотреть. Если вы хотите смотреть в реальном времени, скорость загрузки должна быть быстрее скорости воспроизведения. Итак, пробуем. Мы решили посмотреть этот прекрасный фильм студии Эндрю Цукермана. При использовании LTE-соединения, справа он начинает проигрываться сразу, видео грузится быстрее, чем мы его смотрим в реальном времени. На устройстве слева, которое использует 3G-IFDO или, к примеру, GSM, придется для начала подгрузить видео, а потом уже приступить к просмотру. Это то, к чему мы уже привыкли. Справа – то, к чему мы скоро тоже сможем привыкнуть. Это фундаментальное изменение подхода к просмотру видео. Вот как можно пользоваться высокоскоростным интернатом. Вот компании, которые предоставляют LTE-соединения, доступные для нового iPad. AT&T, Verizon, Rogers, Bell, Telus. Это первые, с кем мы начали сотрудничать по LTE-сетям. Но есть и другие высокоскоростные сети по всему миру. Вы, может быть, еще помните, что у 3G-телефонов, когда они только начали появляться, было много ограничений. В разных странах были разные сети. Со временем эти границы стерлись. То же самое происходит и с LTE. Например, в США у нас две версии нового iPad. Одна для работы с сетью AT&T, вторая для Verizon. Потому что у них пока есть различия. Но, как и в случае с 3G, эти границы рано или поздно сотрутся. В дополнение ко всему, новый iPad награжден персональным ходспотом. Если вы используете высокоскоростной интернет, то вы можете подключить к сети еще пять устройств. Если вы когда-либо пользовались ходспотом, вы знаете, как он удобен. Итак, новый iPad имеет 4G LTE, скоростное соединение 3G HSPA и DC-HSDPI, пригодные для работы в мире 3G. А также персональную точку доступа Wi-Fi и Bluetooth. Это самый большой набор возможностей сетевых соединений у мобильных устройств. И это поистине революционно. Давайте подытожим. У нового iPad суперсовременный сетчатый дисплей с диагональю 9,7 дюймов и более чем тремя миллионами пикселей. A5X процессор с четырехъядерной графикой, видеозапись в формате HD 1080, распознавание голоса и продвинутая поддержка сетевых соединений, включая 4G LTE. Вы, наверное, думаете, что все эти новые технологии потребляют большое количество энергии. 3 миллиона пикселей, четырехъядерная графика, 4G. Как все это влияет на заряд батареи? Помните, iPad 2 работал без подзарядки около 10 часов, при использовании 3G — 9 часов. Новый iPad обеспечит те же самые 10 часов работы, что бы вы ни делали. Если вы используете 4G интернет, то зарядки хватит на 9 часов. Команда приложила действительно много сил, чтобы обеспечить такую производительность батареи, которая позволит вам использовать iPad весь день. При этом он остался невероятно тонким — всего 9,4 миллиметра. И невероятно легкий — 1,4 фунта. Новый iPad выпускается в двух вариантах — черном и белом. Вероятно, у вас уже возник вопрос, а сколько же он будет стоить? Я могу ответить. Напомним, что базовая версия iPad 2 стоила 499 долларов. Базовая версия нового iPad стоит тоже 499 долларов. Он выходит в трех форматах с поддержкой Wi-Fi — 16 гигабайт, 32 гигабайта и 64 гигабайта за 499, 599 и 699 долларов соответственно. И с поддержкой 4G — 629, 729, 829 долларов. Так же как раньше iPad 2. Новый iPad появится в продаже с 16 марта — всего через неделю. И если вы очень хотите получить его побыстрее, как я, например, то вы можете заказать его уже сегодня. Итак, с 16 марта новый iPad будет доступен в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Японии, Гонконге, Сингапуре и Австралии. Действительно мощный старт. Но на этом мы не останавливаемся. Неделю спустя он появится еще в 25 странах. Он будет иметь наиболее масштабный запуск, чем когда-либо какой-либо иной новый продукт. Теперь вернемся к приложениям, потому что он будет действительно восхитителен, когда вы его включите. Он красив и удобен. Команда поработала на славу, сделав все, чтобы приложения, работающие на iPad, были непревзойденными. Пользуясь интернетом через обновленные приложения, вы ощутите все преимущества сетчатого дисплея. Читая электронные письма с помощью обновленного приложения, вы ощутите все достижения разработчиков. Просматривая фотографии в обновленном приложении, вы также оцените потрясающее качество изображений в высоком разрешении. Все приложения полностью обновлены. Вы помните, что когда появился четвертый iPhone с сетчатым дисплеем, разработчикам даже не пришлось прилагать никаких усилий для улучшения качества графики и читабельности текста. Но тут мы решили пойти дальше. Когда вы начнете использовать наши новые приложения, вы поймете, что все теперь выглядит просто чудесно. И изображение, и текст. И все будет выглядеть прекрасно и очень четко. Но разработчики потратили еще немного времени и поработали над приложениями, которые поражают своей эргономикой и красотой на ярких сетчатых дисплеях с поддержкой процессора A5X. Мы попросили нескольких разработчиков посмотреть на новый iPad и продемонстрировать, какие же возможности открываются нам теперь. Продемонстрируем три потрясающих, на мой взгляд, примера. Про первый нам расскажет человек из Namco. Namco – отличная команда, которая создает приложения для айфонов и айпэдов. Мы действительно рады, что к нам сегодня пришел Джеймс Шелтон, который является дизайн-директором компании и принимает участие в разработке игр для айпэда. Спасибо. Всем привет. Представлю вам Рейзван Барихиратау. И постараюсь показать наши первые шаги в создании новых игр для айпэда. Игра Sky Gamblers. Внимание на новый айпэд. Наивысшее ощущение от игры – потеря реальности. Теперь действительно можно погрузиться в игру. Новый айпэд достигает это за счет двух ключевых факторов. Первое – преимущество новой графики, позволяющей нам увеличить количество деталей в игре. Второе – потрясающее расширение нового дисплея, которое не позволит потеряться ни одной детали. Обратите внимание на языки пламени и сопла самолета, на очертания города, на детали зданий и оцените это. Теперь, играя в подобные авиасимуляторы, даже слабые игроки смогут почувствовать себя настоящими пилотами. А сейчас я покажу вам возможность управления. Мы только что выпустили четыре ракеты. Можно еще прицелиться, чтобы нанести максимальный ущерб. Смотрите, пока не будет ни одной из них. Смотрите, пока не будет ни одной из них. Смотрите, что в небе сцепились 50 истребителей. Смотрите, это слишком горячо. Смотрите, можно просто встряхнуть айпэд, раскроется парашют и можно начать жить дальше. Эйр Гэмблер и Эйр Супримиси дарят потрясающие ощущения одиночной и многопользовательской игры. Ощущения которых даже уже этот большой экран не может обеспечить. Богатство красок, точность деталей уже заложено в новом айпэде. Эйр Гэмблер с Эйр Супримиси появится уже в этом месяце эксклюзивно для iOS. Спасибо. Спасибо, Джеймс. Это очень круто для тех, кто любит игры и при этом сможет иметь это устройство всегда при себе. Таких возможностей раньше не было. Итак, следующий пример. Уверен, что вы слышали о приложениях, позволяющих пользователю создавать настоящие картины с хорошей графикой. Для iPad было создано много потрясающих продуктов. И многие профессионалы увлеклись возможностями iPad для рисования. Теперь я с удовольствием представляю Криса Ченга, директора направления Sketch Product, который представит вам новое приложение для нового iPad. Крис, приветствую. Спасибо, Фил. Два с половиной года назад нами впервые был представлен Sketch Book, приложение для iOS, которое стало нашей гордостью и во многом повлияло на нашу компанию в целом. Сейчас в Apple Store 15 наших приложений, которые были загружены уже более 20 миллионов раз. Попробую рассказать об этом с учетом динамики развития. За 29 лет программа Autodesk, лидер в своем сегменте, принесла нам 10 миллионов профессиональных пользователей. Скетчбук сделала то же самое, но за 2 года. И это фантастика. Сегодня я рад показать вам нечто новое. Вместе с Холли Ансьянь я представлю вам Sketch Book Inc. Sketch Book Inc это новая программа для рисования, которая специализирована на линейном рисовании. Она полностью дополняет Sketch Book Pro. Хо начал рисовать эту картинку в Sketch Book Pro, теперь он использует ее в качестве фона. Вы, наверное, заметили, что мы взяли многие функции из Sketch Book Pro. У нас есть две настраиваемые панели по бокам. Одна для выбора стиля пера, вторая для выбора цвета. Для быстрого доступа в палитру у нас есть окошко с цветом. Для пера мы разработали новый особенный инструмент, который использует невероятные возможности графики нового iPad. Это не обычное векторное приложение. Это другая технология и другие возможности. Оно не зависит от разрешения, и вы видите, что как при одолении, так и приближении все линии остаются четкими и ровными. Эта технология позволяет экспортировать огромные рисунки с расширением более сотни мегапикселей. Вот почему мы назвали это визуальным искусством. Вы можете видеть это своими глазами. Сетчатый дисплей – это рывок вперед, это новый уровень в создании интерактивной среды. Профессиональным художникам придется по вкусу это изобретение для повседневной работы. Данное приложение будет вдохновлять их на создание шедевров вроде того, что Ло создал для вас сегодня в режиме реального времени за 90 секунд. Итак, Скетчбук Инк будет доступен с апреля. Эксклюзивно на iOS. Спасибо большое. Это одна из всех вещей, которые стоит попробовать. Одним пальцем рисовать на революционно новом дисплее, на котором вы даже не видите пиксели, используя векторную графику. Действительно прорыв. Третий и последний пример – Epic Games. Если вы знаете, что такое эпические игры, вы не поверите, что можно сделать полноценное приложение для мобильных устройств. Но ничего невозможного нет, и этот продукт будет доступен на новом iPad. Я представляю вам Майка Кэпса, президента Epic Games. Майк Кэпс, президент Epic Games. Майк. Приветствую тебя. Спасибо большое, Фил. Всем доброе утро. Рад возвращения. Apple стремится быть лидером мобильных технологий. Epic Games старается не отставать в области разработки электронных игр. Поэтому мне приятно присутствовать на презентации нового iPad и представить вам Рода Фергюсона из Epic и последнюю часть Infinity Blade саги Подземелья. Итак, в Подземелье вы ученик мастера и должны выковать уникальное оружие – меч Вечности. Обратите внимание на графику, как прорисованы детали. Погрузитесь в игру и оцените, какой эффект она производит. Как только мы продвинемся глубже, вы заметите, что глаза привыкают к темноте. Серые тона контрастируют с яркой оранжевой лавой. Эта технология называется Тон Мэппинг. Как и во всех наших продуктах, вы можете в реальном времени приближать изображение и рассмотреть все великолепно прорисованные детали. Но, Майк, достаточно подробностей. Чтобы заняться мечом Вечности, нам необходимо достать огонь от Королевы Пауков. А на пути попадаются ее рабы. Простым нажатием я могу соединить врагов в цепь и поразить одним ударом. Превосходно. Прорисовка просто поражает. И фон, и лава. Здесь используются технологии, задействованные при съемке фильмов, чтобы разделить экран на зоны и позволить глазу увидеть отдельные элементы картины. Извини, Майк, я тут нашел денежки. Да, деньгами разбрасываться не стоит. Кто к нам пришел? Время для двойного удара. И монстр отдыхает. Переходим на седьмой уровень. При детальном рассмотрении вы можете увидеть возможности нового процессора, персонажа и интерьера. У этого нового устройства больше памяти и разрешения, чем, к примеру, в Xbox 360 или PlayStation. Поэтому это будет переворотом в мобильных игровых устройствах. Не пора размяться? Почему бы и нет? Многовато пауков. Попробуем круговые удары. Как-то так. Ну, а теперь чую пора остановиться. Спасибо. Представляю новое поколение Infinity Blade, которые будут потрясно выглядеть на новых iPad. Infinity Blade 2 уже доступна в App Store. Вскоре там же появится Infinity Blade Dungeons. Всем спасибо за то, что играете. Спасибо, Фил. Спасибо. Спасибо, Фил. Поразительно. Я, пожалуй, возьму на пару недель отпуск. Поиграю. Давайте вспомним, как мы запускали первый iPad. Тогда же мы параллельно запустили несколько приложений к нему, в частности, iWork. Мы усовершенствовали новый iPad, мы внедрили старые приложения и в него. Попробуем продемонстрировать, как далеко можно зайти, создавая новые приложения. Мы расширили iWork для нового iPad. Как вы помните, iWork включает несколько опций, они были усовершенствованы для нового iPad. Вы найдете в новом приложении классные новые 3D графики и анимации, новые конструктивные возможности и связки. И главное, обновленные приложения помогут вам воспользоваться всеми преимуществами нового сетчатого дисплея. То, что вы создадите с новым iWork, действительно впечатляет. Эти приложения по-прежнему стоят 9 долларов 99 центов каждое, а если вы их уже приобрели, обновление будет бесплатным. Они будут доступны на App Store сегодня. Для нового iPad мы подготовили и серию новинок. iLife приложения. GarageBand и iMovie также резко усовершенствованы. Новая версия GarageBand содержит несколько приятных привыбахов. Умные струны, умные барабаны, умную гитару, с помощью которых вы можете создавать настоящий оркестр. Редактор, чтобы когда-нибудь вернуться и изменить свое творение. Айклауд. Для того, чтобы поделиться вашим звуком. У приложения отличные возможности для того, чтобы делиться созданной музыкой с друзьями. Но самое интересное обновление это Jam Session. Теперь на четырех разных устройствах с iOS, поддерживающих GarageBand, можно играть одновременно и создавать новые композиции через Bluetooth. Как это происходит, увидим прямо сейчас. Начинаем. Ага, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здорово! Посмотрим, что получилось. А в конце разбить iPad как гитару о пол. Отдельно отмечу качество отображения GarageBand инструментов на сетчатом дисплее. Это просто завораживает. Итак, GarageBand 4 доллара 99 центов. Бесплатное обновление. И он доступен с сегодняшнего дня на App Store. Это GarageBand. Теперь iMovie. Также обновленная версия с изумительными новыми опциями. Когда мы переносили iMovie с Mac на iPad, это, к слову, был первый опыт создания видео на мультитач-устройствах. Работа начинается с заставки. Вы можете выбрать готовый проект или начать новый. Можно не только создать фильм, но и трейлер к нему. Пользователям Mac очень понравилась эта опция. Все, что нужно сделать на iPad, это выбрать из списка стиль и заготовку. Все это в простом интерфейсе. Никогда еще это не было так просто. Вы заполняете графы, например, пишете название фильма, кто является режиссером фильма, затем вы собираете трейлер. У вас есть удобный список того, что надо будет снять, какие конкретно кадры вам понадобятся, крупные планы, групповые картинки, пейзажи. Впервые у вас есть устройство, где вы можете создать сториборд вашего фильма, снять его на высококачественную камеру, а затем проиграть его на экране с высоким разрешением. Позвольте показать одно видео. Это лишь один из примеров того, какой трейлер вы можете создать с новым iPad. Однажды жила была маленькая девочка. У которой было много желаний. В один прекрасный день она и ее друзья отправились в волшебную страну, где живут радость и любовь. И все ее желания осуществились. День рождения принцессы. Это невероятно. Кстати, сопровождающая музыка уже встроена в трейлер. Отличная оркестровка, которую вы можете использовать при создании своего видео. iMovie стоит 4 доллара 99 центов с бесплатным обновлением и уже сегодня будет в App Store. Итак, iMovie и GarageBand это два приложения iLife. Но вы-то знаете, что у iLife вообще-то три приложения. И сегодня я имею отличную возможность представить вам iFoto для iPad. Это высший пилотаж. Уверен, что если у вас есть iPhone и iPad, вам нравится делать фотки с их помощью. Это нормальное желание. Но если вы из тех, кто действительно дрожит сделанными фотографиями, из тех, кто хочет фотографироваться все больше и больше, то iFoto это именно для вас. С iFoto вы будете работать с той же фотобиблиотекой iPhone или iPad, но сможете по-новому загружать фото в интернет. Это реальная возможность по-новому редактировать свои фотографии с помощью мультитача, используя качественные профессиональные эффекты с мощными новыми приспособлениями для художественных эффектов. А если вы хотите работать сразу с несколькими устройствами, скажем, сделать фотку на iPhone, сохранить ее через iPad, это можно будет реализовать с помощью фотобимминга. И вы получите фотографию высокого разрешения на обоих ваших устройствах. Мы придумали по-настоящему отличный способ делиться фотографиями с друзьями. Вы можете сочинять истории о тех местах, в которых вы побывали, о мероприятиях, на которых вы присутствовали. Мы назвали это фото «Журналы». Это привязано к iCloud, что является прекрасным способом для обмена фотографиями. Я покажу вам это новое великолепное приложение. Я очень горжусь тем, что сейчас представляю вам Рэнди Юби Лоуса, руководителя этого направления. Рэнди? Спасибо, Фил. С момента запуска iPad мы видели в нем потенциал для развития цифровой фотографии. Возможность иметь с собой легкое переносное устройство вместо громоздкого ноутбука просто отлично. Сайфото для iOS у нас появилась возможность использовать все возможности мультитача, и мы перешли на новый уровень. Сейчас я вам кое-что покажу. Итак, открываем приложение. Сначала мы видим все фотографии, которые есть на этом устройстве. Все альбомы. Мы можем пересортировать их по датам или событиям. Так можно посмотреть все, что есть. Выбираем какую-нибудь одну, чтобы поработать с ней. Нам открывается интерфейс, весьма удобный в использовании. Я могу поменять вид и добавить колонку превью. Можно измерить размер превью, количество колонок. Могу переместить из левой части вправо. Это фотографии, которые были сделаны во время моего путешествия в Антарктику. Я сделал около 355 фотографий и заодно тестировал это приложение. В таких путешествиях обычно делаешь очень много фотографий. И первая задача обычно заключается в том, чтобы отобрать лучшие. И теперь это очень просто. Вы можете просто нажать на картинку, чтобы увеличить их. Чтобы сравнить две фотографии, нужно просто перетянуть их, и они расположатся друг над другом. Часто у вас есть несколько почти одинаковых кадров. Можно их долго искать и сравнивать, а можно, чтобы iPad сделал это за вас. Он проанализирует превью, выберет похожие кадры и расположит их рядом, чтобы можно было выбрать лучшие. Если я захочу убрать кадр, который мне не нравился, например, где тюлень смотрит в кадр, я могу просто потянуть его вниз и он исчезнет. Тут же я могу увеличить картинки, пролистать их, приблизить и рассмотреть все детали. Посмотрев информацию о кадре, можно многое понять. Снимок был сделан Nikon D300s. Это 12-мегапиксельные камеры, и все 12 мегапикселей нам тут доступны. Вообще, я могу работать с изображениями до 90 мегапикселей на новом iPad, и на этом сетчатом дисплее они будут выглядеть превосходно. После того, как я определюсь с лучшим кадром из этой группы, я нажимаю на кнопку «Флажок» и помечаю его. Выбрав и отметив несколько кадров, я могу зайти в меню и пробежаться по только что отобранным таким образом изображениям. В приложении есть богатые возможности для того, чтобы делиться изображениями – имейл, твиттер, фейсбук. Выбрав лучшие фотографии, вы можете сделать их еще эффектнее. Для этого есть отличные инструменты. Переходим в другой альбом. Вот красивая картинка, но мы попробуем сделать ее еще лучше. Я могу нажать кнопку «Aft Enhance», и программа сама выровняет цвета так, чтобы картинка смотрелась лучше. Но вот мы замечаем, что линия горизонта слегка наклонена. Выбираем на панели инструментов необходимую колонку, приложение анализирует кадр и само выравнивает уровень горизонта. Так, всего двумя касаниями мы можем перейти от этого, первой версии картинки, к этому. Исправленный вариант. В верхнем правом углу есть кнопка, нажав на которую всегда можно увидеть оригинал и сравнить с тем, что получилось после обработки. У нас есть и другие полезные инструменты. Можно наложить сетку на изображение и кадрировать его движением двух пальцев. Можно выбрать угол и растянуть необходимую площадь, чтобы обрезать кадр. Или использовать один из стандартных форматов, для этого есть инструменты в нижнем правом углу. Следующая распространенная тема при работе с фотографиями – слишком яркие или слишком темные кадры. И тут мой инструмент, который я буду использовать – экспозиция. Он позволяет поработать с тенями, полутонами, светом. При этом я могу использовать возможности мультитача. Так, например, если мне хочется осветлить изображение, я просто нажимаю на экран, появляется меню, двигаюсь вверх и все чудесным образом меняется. Такой же принцип используется для корректировки цвета. Всего двумя движениями пальцев можно значительно менять изображение. Это очень весело и очень просто. Иногда вам нужно изменить только часть изображения, и такая возможность имеется. Я могу нажать на небо и провести влево или вправо, сделав его тем самым светлее или темнее. Следующий инструмент – баланс белого. И тут есть новшество – баланс белого для тона кожи. Я нажимаю на какой-либо участок, открывается лупа. Ее можно перемещать по картинке, и там, куда она попадает, будет применен баланс белого. Так простым движением можно перейти от зеленоватого оттенка к естественному цвету. Часто бывает так, что часть фотографии удалась, а часть – нет. На этом снимке небо вышло отлично, а лицо получилось темным. И для этого есть прекрасный инструмент. Мы выбираем кисть из всплывающего списка. Исправить красный глаз, насыщенность, обесцветить, осветлить, затемнить, резкость, мягкость. Я выбираю осветляющую кисть и одним пальцем обработаю изображение. Кисть работает довольно мягко, достаточно всего нескольких движений, чтобы получить необходимый результат. Получился очень натуральный цвет. Нужен для этого только один палец и мультитач. Все эти инструменты можно редактировать или отменять любые изменения и возвращаться на несколько шагов назад. Следующее, чем я хочу поделиться, это эффекты. А вот появился VR-вариантов, из которого нужно выбрать подходящий. Я выберу эффект обесцвечивания. Чтобы его применить, достаточно просто нажать на иконку внизу, и изображение станет черно-белым. Профессиональные фотографы знают, что есть много вариантов обесцвеченного изображения. И также могу получить разные варианты, просто проведя пальцем по панельке. Есть и дополнительные возможности. Например, вот такой потрясающий эффект достигается всего несколькими движениями пальцев. Итак, у нас есть много инструментов и много художественных эффектов. После того, как вы выбрали фотографии и отредактировали их, вы наверняка захотите ими поделиться. И это можно сделать новым удобным способом. Переходим сюда. Выберу фотографию из своего путешествия в Таиланд. Вызываем меню. Выбираем журнал. Даем название альбому. Выберу все, и приложение добавит все ваши изображения на страницу. Потом мы сможем перейти на саму страницу и увидеть, как красиво они расположены. Если вы пометили какие-то фотографии, они будут более крупного размера. Затем я просто нажимаю кнопку редактирования вверху экрана и перемещаю фотографии, как мне заблагорассудится. Я могу увеличить изображение, изменять пропорции, и это правда очень легко. Но что самое главное, это приложение позволяет нам рассказать историю посредством ваших фотографий. Для этого есть меню и специальные инструменты. Можно добавить комментарий или календарь, который покажет, когда снимок был сделан. Также подгрузить карты, которые автоматически покажут место снимка. Есть даже погодный виджет, который покажет, какая в тот день и в том месте была погода. Все это отлично смотрится на вашем iPad. Но вам же хочется поделиться с другими. Это можно сделать через iCloud, получив там ссылку и переслав ее потом друзьям или родственникам. И они смогут увидеть это в любой точке мира на любом устройстве, будь то iPad или ноутбуке, в любом браузере. Все, что я показал, может быть сделано и на iPhone. Это универсальная программа. Доступны все функции, включая создание журнала. И это было iPhone для iOS. Спасибо, Рэнди. Это реальный взрыв для программного обеспечения. Стоимость этого приложения 4 доллара 99 центов и оно доступно с сегодняшнего дня на App Store. Не знаю как вы, а я загружу его сегодня же и начну играть с моей фотобиблиотекой. Действительно впечатляет, когда понимаешь, что можно загрузить все приложения iLife на свой iPad. Все обновленные версии этих замечательных приложений из iWork и iLife. Никому и никогда не позволяйте говорить, что на iPad нельзя творить. Все это славно смотрится на новом iPad с новым сетчатым экраном. Сейчас я могу честно сказать, мы действительно любим наш iPad со всеми новыми приложениями. А так как мы его любим, мы решили снять видео о нем. Давайте посмотрим. Мы верим в новые технологии. Они прекрасны и они невидимы. Ты просто занимаешься своим делом и не думаешь о том, какие технологии позволяют тебе заниматься тем, что тебе нравится. iPad это прекрасное выражение этой идеи. Это волшебный продукт из стекла и металла, который поможет тебе в любом начинании. И вот почему многие люди в разных точках планеты используют его для абсолютно разных целей. Это индивидуальные знакомства с технологиями, которые помогают людям жить. И сейчас с новым iPad мы все больше развиваем ваши возможности, эффективно внедряя новые элементы. Мы дали ему мощный A5X процессор для потрясающей графики, 5-мегапиксельную камеру с новейшей оптикой и 4G LTE сверхскоростной интернет-соединения. Мы создали прекрасные новые приложения. Мы рассказали, что можно делать с музыкой, фильмами и фотографиями. И все это реализовано на новом сетчатом дисплее. Дисплей с самым большим расширением, когда-либо существовавшим на мобильном устройстве. Новый дисплей поражает. Когда вы улучшаете дисплей, вы улучшаете все. Сетчатый дисплей iPad 3-го поколения просто превосходный. Его разрешение 2048 на 1536. Это 3,1 миллиона пикселей. В 4 раза больше, чем на предыдущем iPad. И на миллион пикселей больше, чем на некоторых HD устройствах. И все эти пиксели умещаются на дисплей с диагональю 9,7 дюймов. Но целью было не просто увеличение числа пикселей. Пиксели состоят из красной, зеленой и синей полосок, которые активируются в нужный момент по сигналу. Когда полосок стало в 4 раза больше, появилась опасность, что сигналы могут пересекаться, и изображение станет нечетким. Чтобы решить эту проблему, мы расположили пиксели на разные уровни и отделили их от сигналов. Это огромное проблему. Это позволило сделать пиксели меньше и расположить их так близко друг к другу, что человеческий глаз не может разделить их. Это позволяет любоваться фотографиями и рассматривать детали так, как мы даже не мечтали. Все стало насыщеннее и глубже. Вы держите в руках самый продвинутый гаджет человечества. Айпад известен своей превосходной графикой. Благодаря сетчатому дисплею, который в 4 раза мощнее и требует большей мощности от процессора. Поэтому мы создали новый A5X процессор с четырехъядерной графикой. Что бы вы ни делали, вы почувствуете его быструю и ровную работу. При этом новый Айпад продолжает по-прежнему работать 10 часов без подзарядки. А вот и новая камера на задней стороне планшета. Она может делать 5-мегапиксельные фотографии, используя ту же совершенную оптику, которую мы разработали для iPhone 4s. И снимать потрясающее HD видео со скоростью 30 кадров в секунду. Но самая яркая особенность нового Айпада – это высокоскоростное интернет-соединение нового поколения. Он работает с большим количеством форматов, чем любое мобильное устройство. Он может подключаться к большому количеству самых быстрых интернет-соединений, включая 4G LTE. Со всеми новыми технологиями, которые мы заложили в новый Айпад, у нас появилась возможность разработать действительно отличные приложения для него. Такие как приложения семейства iLabs. Это новая версия GarageBand, позволяющая объединить по беспроводной сети до 4 iOS устройств, так чтобы вы и ваши друзья могли играть и записывать музыку вместе. Чтобы расширить ваши возможности, мы усовершенствовали iMovie. Теперь вы можете снимать видео в формате 1080 HD и превращать его в трейлеры в голливудском стиле. Мы перенесли iPhoto на iPad. Теперь вам доступно это невообразимое мощное и простое в использовании приложение. Удобный интерфейс позволяет быстро просматривать сразу много изображений, простым нажатием находить схожие кадры и выбирать из них лучшее. Используя мультитач, вы можете сделать небо голубым и применить дюжину иных профессиональных эффектов. А с фото журналом у вас появляется возможность делиться фотографиями так, как никогда этого никто раньше не делал. Эти приложения iLife открывают все возможности нового iPad. iPad представляет абсолютно новый взгляд на мир технологий. Теперь с новым iPad миллионы людей наслаждаются прекрасными возможностями. Это устройство может изменить вашу жизнь. Мы верим, что новый iPad действительно сможет изменить взгляд людей на возможности мобильных устройств. При этом есть еще куда двигаться. Наравне с новым iPad мы оставим в линейке iPad 2 в версии 16 ГБ. Но с этого дня цена на него снижена до 399 долларов. И это важный шаг. Много новых пользователей смогут приобрести это совершенное устройство. Много новых школ смогут оснастить ими свои классы. И теперь продуктовая линейка выглядит так. Начиная с iPad 2 за 399 долларов, версия только с Wi-Fi, и 529 долларов за версию Wi-Fi плюс 3G. И заканчивая новым iPad по цене от 499 до 829 долларов. Таким образом, есть вариант для каждого. Вот и вся наша сегодняшняя история про новый iPad. Надеемся, вам было так же интересно, как и нам. И вернемся к Тиму. С новым iPad по привлекательной цене и с новыми продвинутыми приложениями мы заново определили категорию, которую создал Apple всего два года назад с запуском первого iPad. И мы так гордимся этим новым продуктом, что подготовили ролик, которым я хочу с вами поделиться. Когда дисплей становится настолько хорошим, цвета становятся более живыми, слова более четкими, все становится лучше. Потому что когда дисплей становится настолько хорош, остаетесь только вы и то, что вам дорого. Потрясающий сетчатый дисплей нового iPad. Я надеюсь, вы смогли увидеть, что у нового iPad огромный потенциал. Это совершенный представитель посткомпьютерного мира. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Apple и всех, кто поддерживает Apple за то, что они сделали сегодня возможным. Это огромная честь для меня иметь возможность работать со всеми этими уникальными, наиболее продвинутыми на Земле людьми. Только Apple может обеспечить такие инновации в столь гармоничном, простом и понятном виде. Это то, что мы любим, то, за что мы боремся. И в течение года вы увидите еще много подобных инноваций. Мы только начали. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо. 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 . Спасибо. .